Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Он разделен на три части формально, но фактически это одни стихи. Самое главное в жизни, вот в моей жизни, наверное, каждого христианина, это служение Богу, служение своему Отечеству и служение людям. И поэтому здесь вот сборник, он разделен на части любви к Богу, духовной стихи, любви к своему Отечеству, это патриотические стихи, и такие лирические, а любви к ближнему, а любви к людям. Эпиграфом я написала такое стихотворение, свое понятие счастья. «Счастье — это семья и вера, счастье — это надежда и любовь, счастье — это любимое дело, счастье — это в душе Христос». Вот такой эпиграф. И первое стихотворение, которое я хочу прочитать, оно одно из последних написано. Называется «Любовь». Любовь — это чудо, данное Богом. Любовь — это солнце, тепло и светло. Любовь — это ветер, звенящий на крыльях. Любовь — это море, безбрежно оно. Любовь — это слезы, терпение и жертвы. Любовь — все прощение, надежда, весна. Любовь — это радость, и все покрывает. Любовь — совершенна, и нет в ней зла. Любовь долго терпит, она не гордится, не выгоды ищет, а только добра. Любовь — это правда и чистая вера. Любовь — она вечна, и счастья полна. Любовь — это чудо, данное Богом. Из духовных стихов, как бы вот это тоже обобщающим стихотворением, называется стихотворение «Душа». Наша душа, христианка, к Богу стремится всегда, если ты даже не знаешь, что же хочет она. По темноте воуждая, грани науки грызя, разум свой восхваляя, я позабыл про тебя. Дом мой полная чаша, стал я богат, знаменит, кажется, лучше не надо, только душа болит. Пей, веселись ты в волю, что еще надо тебе, только осенней порою сердце сжимает мне. Бьется, как птичка в клетке, хочется в небо взглядеть, сесть бы в саду на ветке и по весеннему спеть. Наша душа, христианка, к Богу стремится всегда, если ты даже не знаешь, что же хочет она. Так как я еще являюсь секретарем Попечинского совета, часовня Федора Ушакова. И сейчас у нас на набережной строится пристрой, будет храм. Если кто-то гуляет у нас по Верхневолжской набережной, видите, как идет строительство. Это третий корпус политеха около ГИТО. Поэтому часовня во имя святого праведного воина Федора. Поэтому этот цветок не особо дорог, потому что с ним постоянно нахожусь. Кто-то уже знает, кто был на ярмарке, и что мы стоим и собираем постоянно на строительство храма. Он действительно очень необыкновенный, хотя практически наш современник. Это воин, который не потерпел ни одного сражения. И, наверное, вообще просто нет такого в истории, чтобы... Я не имею в виду, есть благоверные князья, но вот он уже практически к нам близок. И этот человек, он был как монах в миру. Ну, не только даже в миру, а как на войне. Есть стихотворение, которое ему посвятил называть Федор Шаков. Непобедимый адмирал, Любовь и гордость всей России, Ни одного сражения ты не проиграл, Морской стихии. Пред каждой битвой с врагом Молился ты, колено преклоненное, И девяностый чел псалом, Крестясь при этом неизменно. Ты был слугой своих солдат И жизнью праведной прославлен Над Черным морем русский флаг Победный рейд ты заставил. И у каждого православного человека, у каждого крещеного есть, при крещении дается свой ангел-хранитель. Кто-то может близко знать своего ангела-хранителя, кто-то еще не совсем с ним познакомился. Но вот у меня такое стихотворение родилось, оно называется именно «Ангел-хранитель». Как зовут тебя, ангел-хранитель, При крещении дарованный мне? Сколько раз ты стучал в мои двери, Сколько раз ты рыдал обо мне Из огня и воды на крыльях Выносил меня сколько раз. Только я тебя не слышал, А порой не слушал подчас. Не оставь ты меня вовеки И на путь покаяния наставь, Исцели от рукавых мыслей И в делах подай благодать. Я люблю тебя, ангел-хранитель, При крещении дарованный мне Ты мой друг и верный защитник, Ты наставник в моей судьбе. В сборнике большую часть составляют духовные стихи, Но я читаю сегодня вот их вперемешку, Потому что они все неразделимы друг от друга, Все эти вот три части. И хочу прочитать стихотворение О смысле жизни. Называется «Память о святителе Игнатия Бринчанинова», Потому что я люблю читать его произведения, И вот по мотивам этих произведений Было написано это стихотворение. «Жизнь коротка, цени мгновения, Богатство тлен, оставишь все, И в вечность ты войдешь таким же, Как и пришел, и нищ, и гол. Одно лишь благо, ты возьмешь с собою, Любовь, начало всех начал, Любовь к Всевышнему и разуму, и сердцу, И ради Бога к ближнему, Любовь». Все-таки хочу прочитать одно из моих последних стихотворений. Знаете, я его написала, когда посмотрела канал «Спас», была такая программа с Артемием Владимировым, и вот не его просто вот фразы, Да, действительно, говорил тут о рождении детей, Об абортах. И вот фраза такая очень запомнилась, Что дети, которые вот идут, но их убивают, Они очень хотят жить. Так, называется «Ода жизни» Или второе название «Плач младенца перед абортом». О, как хочу безумно жить И видеть небо голубое, И маму я хочу любить, И солнце светлое, родное. О, как хочу безумно жить И слышать пенье птиц весною, И папу я хочу любить, И море с ласковой волною. О, как хочу безумно жить И с ангелом своим играя, И Бога я хочу любить, Как Богородица святая. О, как хочу безумно жить. Когда два года назад я издала еще книгу свою о моем папе, Он был профессором, работал в политехническом институте, Вот почему я как бы и продолжаю, Занимаясь вот в этом институте, Вот тут в память бью. Ну, а его память я начала заниматься часовнями, Вот сейчас мы строим храм, Доска появилась на политехническом университете, И написала книгу. Ну, меня сподвигли его ученики написать, Книгу вместе, у нас совместная. И пока писала, конечно, я много очень материала посмотрела О наших предках, о наших родных, Потому что это очень важно для человека, Ну, вот, жить вместе с его корнями. Стихотворение называется «Родина от слова род». Родина от слова род. Мы, Россия, дети, целый мир пред нами встал, Мы за вас в ответе, Мы, единый организм, предки и потомки. Ты рукой земли коснись на родной сторонке, Помолись за свой народ в церкви, где крестили, И услышишь в сердце песни о любви к России. У меня много патриотических стихотворений, но я выбрала вот еще одно стихотворение, тоже, которое я недавно написала, называется «Я русский, перед этим горжусь». Да, действительно, просто вот такая гордость переполняет. «Я русский и этим горжусь, Я горжусь, что родился в России, Золотые косы берез и озера, глаза голубые. Широту твою мне не объять, Тишину твою не переслушать. Ты одна моя родина, мать, Только ты наполняешь мне душу. В этой жизни я связан с тобой, Богом данной мне от рождения, Потому я навеки твой, Мы едины в каждом мгновении». АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжая тему о родине, Такое лирическое стихотворение, Называется «Русское поле». Стихотворение связано с тем, Что когда мы идем от залива кресты, Пешочком в котонке, Может кто-то был, Идешь в поле, И такая картина, Ты видишь небольшой крест над полем, И идешь по дороге, И вот этот крест, Он вот так возрастает, возрастает, И встает в храм Мелоснежный. Кто был с котонком, Вы знаете, что это такой Немоверной красоты храм, Но он сразу открывается с моря, А когда с поля, он по-другому. И вот когда я шла, У меня родилось такое стихотворение, «Русское поле» называется. Кругом пшеница колосится, Под синим взглядом басильков. Любимая моя деревня, Я избы целовать готов. Тугие косы пахнут хлебом, Ромашки с белой укаимой, И облака под синим небом Плывут эскадрую немой. Сиянье пополов над храмом, Где звон малиновый стоит, И сладкий воздух словно с медом, И ястреб в небесах парит, Дорожка вьется полевая, Летит неведомо куда. Россия, родина родная, Тебе я предан навсегда. Еще я выбрала стихотворение Про Нижний Новгород, Потому что мы все нижегородцы И очень любим свой город. Поэтому стихотворение так и называется, Нижний Новгород. Я люблю тебя, город мой, Я люблю тебя, Нижний родной, Величаво раскрыл свои крылья Между Волгой, рекой и Окой. Князь Георгий приказ отдал, Чтоб и город красавец здесь стал, Чтоб защита была Руси. Господи, нас спаси! В годы тяжких дней и лет Ты опора Руси и свет, Имя Минина помним мы, Поклонимся, как Петр до земли. Расцветай, мой город родной, Пополами сверкай над рекой, Михаил Архангелорад Будет столько тебя охранять. Очень понравилось, потому что про наш, про нашего Минина, про наш храм, покровитель Нижнего Новгорода, Архангелорад Ну, и стихотворение, Мое любимое, одно из любимых стихотворений, Как и название сборника, «Все начинается с любви». «Все начинается с любви». И мир открыл свои объятия, Бегу по лугу на заре, В рассеках, бриллиантах, платьях. «Все начинается с мечты» По голубой долине моря Корабль на алых парусах Летит с волною, дерзко споря. «Все начинается с тебя», С твоей улыбки, звука, сердца И музыки души твоей Мне никогда не наглядеться. Когда выбирала стихотворения какие-то почитать, Я еще, ну, перемешку взяла сегодня, Которую я уже давно так написала, Которую я знаю наизусть, А какие-то вот последние я наизусть не знаю, Поэтому читаю по бумажке. Называется «Песня жизни». Я не верю, что все в этой жизни случайно. Ветер странствий зовет Васильковую даль, Шепот листьев в саду Приоткрыл мне великую тайну, Из души убрав зависть, унынье печаль. И она распахнулась На встречу с владыкой, Светом, верой, любовью, надеждой полна. Не напрасно на свете Живу я Всевышний. Я твой верный, Счастливый, послушный слуга. Хотела прочитать еще стихотворение, Так как у нас большинство здесь женщины. Именно стихотворение посвящено женщине. Это девочка, Это девушка, Это, ну же, взрослая женщина. Называется она «Ода женщине». О, женщина, красив твой лирик, Когда в венце перед иконою Ты клятвой верности даешь И нежностью наполнишь. О, женщина, красив твой лирик, Когда целуешь ты ребенка С улыбкой ясной на устах И с чашей счастья в руках. О, женщина, красив твой лирик, Когда теплом ты согреваешь И мудростью в глазах твоих Ты двери рая отворяешь. О, женщина, красив твой лирик. Я вас, женщина, Что вы всегда прекрасны, Потому что прекрасна наша душа. И стихотворение, которое бы я еще хотела, Так у нас еще пасхальные дни Прочитать, посвященное именно Пасхе. У меня много стихотворений Именно о празднике. Это Рождество, Пасха там. И, значит, еще яблочные спазы. Вот так как у нас сейчас идет Пасха, Все-таки это пасхальное будет стихотворение. Называется «Ангелы поют с небес». Ангелы поют с небес. «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» И вторят люди на земле. «Христос живой!» «Христос везде!» Творение празднует Творца. Любовь без края и конца. И в море солнечной любви На этот свет родился ты. Большое спасибо. Я как бы хотела на этом закончить. Такие стихотворения. Я понимаю, что вы, может, какое-то созвучное какие-то нашли в вашей душе, что-то вам там понравилось. Поэтому сегодня вот именно хотелось бы одно такое печальное, а остальные все праздничные. Не такого, не проблематичного клана. Где можно купить вашу книжку? Ну, у меня можно купить. У меня есть три книжки с собой. Одну книгу я вручаю в воскресной школе. Так, кому у нас? Наталья? Наташа. Наташа. Три книжки у меня есть. Стоят 250 рублей. Это книги. Можно купить еще открыточки, если кому-то интересно. Потому что книги с моими иллюстрациями... Так. Открытки тоже подойдите. Они тоже... Это мои картины все. А на другой стороне стихи. Кому какое стихотворение понравится, я старалась по тематике. Просто еще положите и не забывайте. Смотрите. Открытки 50 рублей.